У меня 281. От страсти, от сладости переход очень долгий. У меня вопрос, сколько по времени у меня? У меня какой-то он затяжен, уже шестой год. Это нормально? Он может всю жизнь быть, но не хватает, если доброго общения, если не хватает друзей добрых, то тогда будет долго. Ну, окружение кардинально меняется, там, я в коробке еще даю, даже с матушкой на дакине. Ага, хорошо, хорошо. Ну, очень много с кем. Но я так понимаю, вот сейчас я вас слушаю, да, третий день, и я понимаю, что я еще дальше стала, чем я была такая. Не-не-не, все неправильно. Вы сейчас о чем говорите? Вы сейчас говорите о глубине постижения своих грехов. Понимаете, вот часто люди, когда идут путем очищения жизни, очищения сознания, они путают одно с другим. Вот есть как бы, ну, опять же, вот это вот ощущение счастья, да? Человек в страсти чего хочет? Себе еще. Он хочет наслаждаться. Если он не наслаждается, то он думает, наверное, я еще далеко. Где же наслаждение-то? Где же счастье? Ну, все же поменялось у вас, смотрите, в жизни. Все же хорошо. Вокруг классные люди. Но вы счастье от этого еще не научились испытывать. Вы научились испытывать только от того, что все хорошо, счастье. Видите, сама идея счастья не поменялась еще. Вот в этом заключается очищение. Ну правда? Вы хотите, чтобы все хорошо, все хорошо, что-то не становится. Блин, когда же? Алло, у тебя все хорошо, все хорошо, ну, все хорошо. Ну, когда же я к этому прыгну, и где благостным путем? А благостные люди счастье от чего получают? От общения с добрыми людьми, от природы. Другой вид счастья совершенно. И к этому счастью надо привыкнуть и понять, что это есть счастье. А про то счастье забыть. Забыть. А вот третий пункт подчеркнула для себя, когда есть четыре входа в состояние, в ладости, да? Искать выгодно. Мне кажется, я вот первой прошла через страдания. Шесть лет назад я так ввалилась в это состояние, да, что в ладо. Я все перестала есть. Первый раз у вас была на лекции шесть лет назад. Большое вам спасибо. Дмитрию спасибо. Это он мне сказал. Все случайно, как всегда. Вот. Потом через знания начала очень много читать, послушать и вот везде общаться. А сейчас мне кажется, что мне нужно найти вот какую-то, может, и выгоду. Ну, все во всем ищут выгоду. Вот благостная жизнь тоже выгодная жизнь. Да, может, мне просто выходит такую серьезную. Но люди думают, что они должны как-то без выгоды жить. Без выгоды невозможно. Вот, допустим, есть просто разные выгоды. Я еще раз повторяю. Страстные люди чего хотят? Они хотят спокоя, комфорта и думают, что это цель жизни. А благостные люди чего хотят? Они хотят отношений, глубины, чистоты. Это их цель жизни. Вот это тоже выгода. Да. Выгода просто благостная, выгода – это хорошая выгода, Богу нравится. Это называется праведник. Он тоже ищет выгоды, но хорошие при этом, правильные. А страстный человек неправильную выгоду ищет. А невестный еще больше неправильный, поэтому он грешник. Все. Ну, то есть есть ли люди, которые не ищут выгоду? Есть такие люди, но это не вы. И не я. Почему? Потому что человек, когда получает любовь к Богу, то есть он испытывает такое огромное счастье просто, то есть ему выгоду нет смысла искать, потому что он ее уже нашел. Ему так хорошо, что ему больше ничего не надо. И поэтому он всем все раздает, всем все отдает, про себя забыл, потому что и так у него уже полно там, понимаете, всего. Все. Не про вас, да? И не про меня тоже.